откуда нашли ну а как это у меня тут брат верующий болел 17 лет парализованный лежал и перед смертью он сюда зашел и два ролика составил записал беседу а я подумал его нету я стал молиться господу господи дай мне талант зайти сюда и продолжить его работу и вот я уже тут второй месяц нахожусь считая евангелие считая псалтырь рассказывая о боге тем кто примет потому что так жить нельзя здесь блудилище сплошное творят что попало раздеты прелюбодействует тут много про процентов 8 тут мусульмане пример процента 80 я так высчитал а из людей примерно половина раздеты голые творят безобразие всякие даже говорить страшно видел видел такие ну вот и и мечта и евангелие говорю о боге чтобы они этого не делали вы с кем живете я с кем живу с братом и женой понятно ну это давайте дает бог вам здоровья спаси христос а то я буду читать евангелие вы будете слушать а чё там долго да не долго но у вас в вашей книге написано евангелие и жил называется и жил а вот смотрите как написано евангелие от мотфея 12 глава в то время проходил иисус субботу засеянными полями ученики же его взалкали и начали срывать колосси и есть фарисеи увидев это сказали ему вот ученики твои делает чего не должно делать в субботу он же сказал им разве вы не считали что сделал давид когда взалкал самый бывший с ним как он вошел в дом божий и ел хлебы предложения которых не должно было есть ни ему ни бывшим с ним а только одним священником или не считали ли вы в законе что субботу священники в храме нарушают субботу однако невиновны но говорю вам что здесь тот кто больше храма если бы вы знали что значит милости хочу они жертвы то и не осудили бы невиновных ибо сын человеческий есть господина субботы и отойдя оттуда вошел в синагогу их и вот там был человек имеющий сухую руку и спросили иисуса чтобы обвинить его можно ли исцелять субботу можно сказал им кто из вас имея одну овцу если она в субботу упадет в яму не возьмет ее не вытащит сколько же лучший человек овцы и так можно в субботу делать добро тогда говорят человеку тому протяни говорит протяни руку твою он протянул и стала она здорова как другая фарисеи же выйдя имели совещание против него как бы погубить его но иисус узнав удалился оттуда и последовало за ним множество народа и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем да сбудется речено через порокой исаию который говорит все отрок мой которого я избрал возлюбленный мой которому благоволит душа моя положу дух мой на него и возвести народом суд не воспрекосов не воспрекосует него запиет ну конечно и никто не услышит на улице голоса его трости надломлены не переломит и льна курящегося не угасит доколе не доставит суду победы победы и на имя его будут уповать народы то есть это пророчество которое было сказано о христе исаи у вас что-то хотели сказать япония вы поняли или что вы из японии или как япония да это вы в японии сейчас да да ну вот это я евангелие считаю евангелие от матфея и лишь я русский на понимаешь вы русский плохо понимаете кэнерси понимаешь кэнерс пик и кэнерси кэнерс он у них как алимэй Плес сею. Плес селил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил, не это ли Христос, сын Давидов? Фарисеи же, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силы Вильзеула, князя Бесовского. Но Иисус, зная помышления, сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся, сам себе не устоит. Если сатана сатану изгоняет, то он разделился. Сам с собою. Как же устоит царство его? Если я силы Вильзеула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чаю, силы изгоняют. Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло вас царствие Божие. Или как может стоить в Дом Сильного? Ни хуя не слышно. Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас царство Божие. Или как может кто войти в Дом Сильного, расхитить вещи его, если прежде не свяжет Сильного, и тогда расхитит Дом его. Кто не со мной, тот против меня. И кто не собирает со мной, тот растащает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком. А хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в семь веке, ни в будущем. Или признавайте дерево хорошим и плод его хорошим. Или признавайте дерево худым и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. По рождении хинины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы. Ибо это избытка сердца, говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе. А злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали. Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение. Но он, Иисус, сказал им в ответ. Род лукавый, прелюбодеянный, ищет знамение. И знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был в Ощеве Кита три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом Сим и осудят его. Ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Цариса Южная восстанет на суд с родом Сим и осудит его. Ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой из тем других духов, злейших себя. И войдя, живут там. И бывает для человека того последнее, хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Когда же он еще говорил к народу, матери и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал Иисусу, «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему, «Кто матерь моя и кто братья мои?» И указав рукою своей на учеников своих, сказал, «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Вы хотели что-то сказать? Прекрасно исполнили. Это, я считаю, 12 глава Евангелия от Матфея. Вы священник? Я не священник, брат у меня священник. Но мы увидели, какая тут... А? Вы просто набожный человек, в смысле? Да, набожный. Я верующий. Я вижу, какая тут беда, чем люди занимаются. В этот мрак зашли, чтобы людям рассказать о Христе. Что ждет людей, если они занимаются такими делами? Можно я тогда вам вопрос задать? Да, пожалуйста. Относительно. Вы именно за религию хотите сказать или за церковь? Вы представляете, как церковь? Нет, я о Христе говорю. Не о религии, а церковь, это уже второстепенно. Главное – Христос. Что Он умер за наши грехи. И верующий в Него имеет жизнь вечную. Я про то, что вот смотрите. Вы вообще к церкви как хорошо относитесь? Ну, как хорошо? Мы верующие, неотлученные, исповедуемся, причащаемся. Ну, в смысле, то есть, получается, как бы, есть какая-то иерархия, то есть, получается, наш патриарх Кирилл, он, как бы, для вас главный священник, да? Вы же как бы признаете это? Ну, да, получается так, да. Да, и вот те факты, что он там отмывал деньги через сигареты, или там, что у него яхты есть, это, в смысле, у вас нет? Да, и какое ко мне это отношение имеют? У меня ничего нету. У меня... Нет, ну, в смысле, то есть, получается, он, как представитель, не выполняет, получается, то, что, о чем говорит. Ну, и то есть, получается, как бы вы, по идее, не должны его считать, как главным названием. Написано так, говорит, что ты смотришь на сущок в глазе брата, в своем бревна не чувствуешь. У меня своих грехов хватает. Зачем я за ним буду смотреть? Он за мной должен смотреть, а не я за ним. Он начальник. Он пастух. А я вещь обыкновенная. Я простой печеник. Нет, ну что, нельзя так говорить. Да. Вы человек, в первую очередь, личность. Вы такой набор генов. Это единственное создание с таким набором генов, которые существуют на планете. И у вас свой набор эмоций, чувств и всего такого. И как вы можете быть частью какого-то стада, когда вы, ну, получается, как сотворение, если Господа, то вы идеальное сотворенное существо. То есть у вас получается, ну, даже если к религии обратиться. То есть вам не нужен никакой пастух. Вы есть лидер, вы есть личность сама. Правильно? Евангелие от Иоанна, 10 глава. Господь говорит, я пастырь, а вы овцы. И для меня вопросы сняты. Он пастырь. Он сотворил землю, солнце, луну, воздух, все дал. Открыл мне веру в Него, что Он за меня умер, пролил кровь. А я теперь буду... Ну, вы просто немножко углубитесь в то, что он говорит. Он говорит о том, что я пастор, а вы овцы. То есть вы все друг перед другом равны. Я думаю, что смысл этой фразы именно в этом. То, что мы друг перед другом, как люди, как вид вообще, мы все равны друг перед другом. Мы только должны Богу поклоняться. Только Он единственный, кто над нами, получается, шествие имеет. А все остальные для нас не должны быть ни начальниками, ни кем вообще. И даже патриарх Кирилл не должен быть вашим пастором или вашим начальникам. Вы есть пастор в своей жизни, можно так и функционировать. Господь избрал 12 апостолов. Не сказал. Я сказал, идите. Нет, 12. Он избрал их. Это значит, они во главе. Дальше. Они руку полагают епископов. Те другие епископов. И так через руку положение до наших дней. Вот, допустим, я... Но цель-то всего этого была просто донести до людей о том, что есть эта религия, о том, что один Господь, Иисус Христос, и все с этим связано. И в этом идея была не в том, чтобы они были... Там апостол был главнее патриарха, патриарх там главнее епископа и всякое такое. Я думал, не с целью иерархии это было, а с целью именно просто разносить эту весть. Это же не какая-то МММ-дреугольник. Вот смотрите, какая книга. Это Библия. В ней написано так. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 48 стих. Христос говорит, я не сужу вас. Слово, которое я говорю, оно будет ценить в последний день, когда все воскреснут. И все, ответ уже найден. Мне надо исполнять только, исполнять. Религию Бог не создавал. Он, церковь, говорит, создам, Евангелие от Матфея, 16-18, говорит, создам церковь мою, и врата да не одолеют ее. А церкви есть старше, младше. Откуда известно? Посланник евреям, 7 глава, 7 стих. Без всякого прикословия, меньший благословляется большим. Вы не знаете Писание, поэтому говорите от своего ума. А это нам запрещено. Это я в разброд пошел. Зачем мне это? Я 56 лет держу Библию в руках. 56 лет проповедую. Нет, но я все-таки немножко не могу в это полностью вникнуть и поверить в то, что, ну, получается, Библию можно трактовать по-разному. Мы любую книжку, допустим, возьмите, пусть это будет литературное, просто произведение какое-то художественное, или пусть это будет техническая литература, или тоже это будет Библия, отдельная, можно сказать, статья книг. И получается, любую книжку, когда вы прочитаете, вы пропускаете ее через фильтр своего понимания, своего интеллектуального развития и своих эмоций. То есть, как вы прожили жизнь, вы любую книжку будете проецировать на свое восприятие. То есть, можно прочитать одну страницу Библии, и там 10 человек поймет ее по-своему. Вот так рождаются секты. В одной Америке 20 тысяч разных сект, а я православный. У нас называется это патрология миния. 300 томов толкования. Каждое слово истолковано святыми отцами с первого века. И мне блуждать умом категорически запрещает 6-й Вселенский Собор, 19-е правило. Я должен понимать так, как церковь истолковала. Нас 100 человек, мы все одинаково понимаем. А вот так каждый по-своему, это значит, рождается новая секта. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, хвала Тебе, Господи, счастье и поклонение, слава и благодарение. Аллилуйя. Благодарю Тебя, мой Господь, за мир, явленный Тобой. Хвала Тебе, наш Господь, слава Тебе. Да, это так. Какая же у нас, какая страна-то, почему тут такая неправильная? Россию надо вот так избрать. Тогда русские здесь пойдут, свои. Благословен Господь. И благословено Царство Отца и Сына и Святого Духа. Благодарю, мой Господь. Слава Тебе, милосердный Создатель. Да будет благословенна эта ночь. И сохрани нас от пожара, воровней, чистой силы, недобрых людей. Дай телу сон, а душе покой. Хвала Тебя, наш Господь. Благодарим Тебя, милосердный Создатель. Ты дивный наш Бог. Аллилуйя. Господи, Боже наш, слава Тебе. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавший меня Господь, помилуй меня. Бесчисла я согрешил. Прости меня грешного и помилуй. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, Господи. Благодарность Тебе за все Твои милости и щедроты. Благодарим Тебя, наш Господь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Велик Господь и достохвален. Господи, слава Тебе. Благодарю Тебе, милующий Господь. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Благодарим Тебя, наш Спаситель. Ты умер за нас, чтобы, веруя в Тебя, мы получили прощение грехов. Хвала Тебе, Господи Божий наш, слава Тебе. Ибо нет иного Бога, кроме Тебя, столь любящего создания Своё. Богородица Дева, радуйся, обраданна Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего. Яко родилась и Христа спаса, избавителя душам нашим. Аллилуйя. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущий, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, Господи, честь и поклонение, слава и благодарение во веки веков. Аминь. Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему. Устальстивые говорят от сердца притворного. Истребит, Господь, все устальстивые, язык велеречивый. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе. Продолжение следует...